Порог вхождения в доту очень высок. А это чё? А это зачем? А это куда? Какие-то дайте советы. Людям будет интересно смотреть не столько за твоей игрой, сколько за тобой. Вау. Здравствуйте. Звезды ТНТ, здравствуйте. Извините, что мы сели в вашу машину охладиться. Если честно, мы просто видели, что вам плохо на улицу, жарко, и решили вас позвать в машину, чтобы вы немножко охладились. Да, чтобы кайфанули. Скажем так. Как только мы вас за**м, просто говорите за**кали. Мы останавливаемся и высаживаем. Так, мужики за**кали, давай останавливайся. Несколько торможек нет. Смотри, чем опаснее ты едешь к каким-то предметам, тем лучше вибрирует у тебя жопа. Я понимаю, да. Поэтому ты так притираешь. Это очень странная функция. Она берет тебе в яйца, когда ты к бордюру поджимаешься или к стене. Да, она как бы провоцирует тебя ездить. Да, провоцирует все время вдоль стен ездить. Ты прикинь, а я вот специально покупал устройство, а тут в машине все уже есть. Приятно и с полезным. Ну, ребят, в яйцах, вы пока молодые. В яйцах должна кровь горячая. Да, горячая. Сама ходит. Подожди, а сколько вам лет? 33. Мне 33 будет. О, пиздец. Ну, круто познакомились. То есть, вы стали популярными, когда вам было лет по 30, правильно понимаю? Даже чуть постарше 30 лет. Я вот пока не стал. Илья примерно года два назад, да, Илья? Ну, получается так. А как это измеряется в целом? Вот я тоже хотел спросить, как измеряется. Это когда ты в торговом центре не можешь? Балансиага, ты в очках в Дубае. Вот веришь, нет? Это первая, блядь, футболка Балансиага. Может, чья-то... Чей-то любовницей быть. То есть, я стал популярным, сука, вчера, блядь. Ты только надеваешь футболку Балансиагу, ты сразу становишься таким чешным, блядь, капером. Понял? Мы в Дубае, это не Балансиага. Извини меня, но это Балансиага. Подожди, подожди, это тебе что-то надо объяснить? А если ты по футболкам людей определяешь, я просто вообще кто? Ты хороший человек, ты уважаемый, хороший человек, который честно выполняет контрактные... Уважаемые люди посередине в машине не сидят. Нам такую не дали, значит, что-то... Мы разные. В случае аварии, ты вылетаешь в лобовуху, пиздится уже. Вот так, с кулаками, с кулаками вперед туда лететь. Так, ну а вы ж некие вот прям хозяева. Важно подметить через А. Посмотри, как он руку положил, это хозяин. Сильно, сильно. С снимами вы чуть-чуть знакомы же. Со стримами? Ну, само понятие стрима нам понятно. А стримерами? Естественно. А стримили? Слава Буссер к вам приходил. Слава Буссер приходил, очень классный парень. Он один такой среди стримеров, поверьте. Типа живой тип просто, который на все подкидывается и не согласен. На все согласен. Туризматичный. Веселый. Ну прикольный тип, да. Он один такой. Чисто с кайфом подставляется. Что вы стримите? Мы садимся в машину. Я видел шорт твой про матрас. Какой? Что-то ты там матрас, что-то ты недоволен был там. Купил матрас за 100 тысяч рублей. А я просто рассказал о том, что я выкидывал матрас и у меня грузчик хотел забрать матрас. Я не хотел ему платить. Подумал, типа, зачем мне ему платить, если он забирает матрас за 30 тысяч рублей. Не так было. Он сказал, давай я его себе тогда заберу. Ты его выкидываешь, он говорит, я себе заберу. А он говорит, а что это тогда? Да, и мне самому тогда этот матрас нужен, если ты. Он переиграл его. Я сегодня вызвал двух грузчиков, чтобы они вынесли матрас в мусорку, да. Это стоило 2000 рублей в Яндексе. Так вот, они пришли, выносят матрас, и он мне, слушай, а можешь отменить заказ? Я поставил, я не поставил, типа, в ожидании машину. Отмени, пожалуйста, тебе ничего не спишется, чтобы просто прямую ты мне бабки скинул. Ну, дефолта, обходит схему, чуваки. Ну, просто я новый купил, потому что он слишком жесткий. Своим товарищам говорит, блядь, а может, слушай, а у нас влезет в Ларусь? Он говорит, ну, сейчас огнем, может, и влезет, я говорю, так что, подождите, вы хотите себе забрать? Он говорит, ну да, а что, и вы еще добро пропадать. Я говорю, ладно, пожалуйста, забирайте. Вызываем на первый этаж и ухожу. Он, какого хуя? Так ты матрас забрал, он стоит тысяч 30-40, этот матрас. Ты забрал матрас? Какие деньги? Я тебе матрас подарил, блядь. В итоге я забрал матрас себе и сказал, идите нахуй. Я дал им матрас и деньги еще заплатил, все-таки заработал 2000 рублей. А то, короче, наебали меня, блядь. У меня вопросов даже не было, это я потом, когда шел, я с ними распрощался, я шел и придумал вот этот сценарий, который скажу на стриме, про полтора ходит. Так, ну а что вот стримите, вы игры стримите в основном? Не, мы игры вообще почти не стримимим. Вообще не стримим. Ну, когда вот прям зимой, когда нехер делать и супер мягкая погода, можно и в компьютер поиграть. А в основном? В основном это лайв какие-то лежухи. Это типа пройденный этап у вас уже типа? Что? Игры? Какие-то стримы и вот это. А мы игры никогда не стримили в эту проблему. Вы типа хозяева, да? Ну, типа... Типа нахуй игры. Не, мы... Слушай, лайфстайл, вот я, допустим, я такой, вот я... Как называемый? Ирюэл. Ирюэл. Ага. Когда не было денег у вас на балансиаго? Вы что снимали? Мы в лесу натягивали лебедку и катались с ней в бассейн в Ивантеевке. Крутяк. Мы строили трамплины. Где же леса с естественным бассейном? Мы строили трамплины, прыгали на машине. Я чуть не умер. Просто мы фунию делали и почему-то это смотрели. Непонятно почему, если честно. Мы делали баню по среде леса. Короче, мне больше нравится смотреть беременную шестнадцать, а взрывать. Вы веки мистер Бист? А, вы вот... Нищий мистер Бист. Я хотел посмотреть выпуск. Мистер Бист на бабках завязан, а вы типа просто такие... У нас очень какой-то абсурдный день. Наш мир интересен. Лебедки и вантеевки. Ты придумываешь какую-то залупу и вот весь день с утра до вечера ты идешь к этой цели и скорее всего в конце где-то обсираешься. Вот типа на этом и построили были стримы. И люди наблюдают за процессом, как мы идем. Ну такая сериальная история, да? Людям просто нравится наблюдать за жизнью. Окей, я понял. Ну думаю там большую часть сыграло то, что у нас компания веселая и просто среди... Ну теперь вы у нас что-то спросите. А вы что стримите? Вы что, в Майнкрафт играете вроде бы? Я уже как год хочу начать стрим. Не надо. И не начинаю. А в чем проблема? Я не знаю. Ты играешь во что-то? Ну я играю в одну игру. В Call of Duty? В Call of Duty, да. Варзончик? Варзончик катаем, да. Варзончик интересный. А тебе как будто нужно? Я типа в корешах с Дэнни Купой. Вот мы с ним бегали пару раз. Он вообще какой-то псих, конечно. Я закрыл себя тобой. Тихо, тихо. Все, все, все. Меня нет. Я минус. Нет! Тихо, да! Чио! Чи-и-и-и-т! Подождите. Чуть отходя от тьмы, вообще твич смотрите? Ну... Знаешь, есть приложение твича на телефоне у вас? Слушай, у меня тоже есть. Ну я зашел и такой... А, регистрироваться надо? Нет. Ну там есть игры. Я такой, а чем отличие от ютюба, я не очень понял. Зашь чатинг тебе нужно заходить. Просто, что там можно чатиться? Кроме хозяевов, никто не стримит. В основном прогулки на улице и какие-то приколы. В основном все смотрят видео. Мало очень людей. А, то есть на Twitch Live Style не заходит, да? Нет, заходит, заходит. Просто мало людей, кто это делает. Будь зависит от человека, который это делает и от самого действия в целом. Наверное, больше от человека, который будет стримить. Раз до 1000 связывает. Это дорого? Ну, это где-то 1200, по идее. Что? 600 рублей килограмм мяса стоит? Добрый вечер в реальность, блять. Ну, порог вхождения в доту очень высокий. Я просто, чтобы не быть совсем лохом, посмотрел какое-то часовое видео для чайников по доте. Ну, это я не хочу никогда. А ты, Илья, что-то понимаешь, когда смотришь? Слушай, ну очень минимально. У меня вот друзья играли там по жизни в целом. Ты иногда сидишь, смотришь, а это что? А это зачем? А это куда? Но ты когда понимаешь, сколько там вообще уровней знания нужно приобрести. Там просто 100 персонажей. Там очень много времени надо для того, чтобы... Ну, типа я слышал, сколько? 3000 часов надо, чтобы ты более-менее был нормальный тип? Не, ну это, наверное... Я вот 100 наиграл, и я плюс-минус какое-то понимание уже имею. 100 часов? Да. Не, ну 3000 часов это много. У меня даже вот аккаунт 2013 года у меня только 2200 где-то часов. Блядь, 3000 часов что угодно в мире делай, в профессии, в любой... Ты будешь понимать. Ты уже будешь понимать. Правильно? Ну не в доте. Ну не в доте. В серии. Давай так. Если бы мы сказали эту сумму, то бы вы такие... Сколько? 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 Давай знаешь, на чем остановимся? Ну калькулятор вот на телефоне нужно будет горизонтально. Сука, она. Но не потому, что не помещается сумма. Да, чтобы такие ответы получить, это надо было Леху Щербакову во мне на интервью. Да, он вообще не стесняется отвечать. Он просто все говорит, читает. О, как я. Я такая же хуйня. Все Алексеи, видимо, такие. Я такая же хуйня. В нашей команде Леша это тоже некая брешь в информации. А потом режут на рилсы, да? Да, но это моя главная проблема. Я моментально себе репутацию могу испортить. Просто одним словом. А ты, Люк, сказал то, что думаешь стримить уже год, но никак не решаешься. Да, я не знаю. Но есть какой-то некий барьер, конечно же. Я купил себе все, чтобы вы понимали. Свет, вот это вот, все микрофоны. И просто очень качественно с друзьями играю. С подсветкой дома просто. Разными цветами в ебло свечу и играю. И микрофон такой, как будто ты подкаст с ними записываешь. Ну вот начну. В феврале, наверное, в конце запущусь. А надо хорошо играть, чтобы стримить. Какие-то дайте советы вообще. Ты же можешь просто сидеть смотреть видео. Почему это интересно? Или можешь просто... Людям будет интересно смотреть не столько за твоей игрой, сколько за тобой. Да, вот это факт. Короче, просто существовать надо, да? Да, да, да. Просто взаимодействие. Тут пиздец. Знаешь, в стримах, что охуенно, то что обратная связь сразу идет. То есть вот... В чате, типа, общение. Да, да, да. И людям это нравится. Здесь и сейчас. Все тогда ждите мои видео. Все спускают в стриме доту, там, кс. Запустить телефонный стрим, где ты просто готовишь яичные суммы. Блин, ну это ж на фоне. Это ж на фоне не может человек смотреть. Это надо прям смотреть. Если это вот какой-то летсплей, это ж надо смотреть. Большинство на фоне. А что на фоне? Вот ты слушаешь игру? И общается. Смотри, я, например, могу каких-то хороших игроков, там, по доте, по колде, включить на втором экране вообще без звука, чем-то заниматься на основном мониторе и параллельно периодически поглядывать. А я наоборот включаю... Я очень долгое время стоял в десауте, и он играл в кс. И я просто его включал на фоне, и он что-то там болтает, с друзьями играет. Я ни хера не смотрю и не понимаю, но просто вот они общаются, и я слушаю. Короче, иногда привыкаешь к этому фоновому шуму. Рилс смотришь там снизу из ГТА. Чел в сабвей бежит. А по поводу стримов, есть стримеры, которые направлены именно на киберспорт, которые показывают, как хорошо играть, и они зачастую... Типа скилловые типы. Да, они играют без вебки, они играют молча под музыку. Ты просто смотришь, как чел хорошо играет. Я смотрел, я вспомнил, я смотрел одного. Я смотрел, когда играл в Хардстоун, я смотрел Сильвернейма. Как будто кто играл в Хардстоун, все смотрят Сильвернейма. Самый популярный вообще стример поезд Хардстоун. Интересно, чем вы занимались до медиа? Были простыми людьми, приземлёнными. Я вот тренером работал, детей тренеров. А я, кстати, собирался стать тренером. По какому? По каратэкью, по шинкай. А я по тэквондо. И потом я пошёл в КВН играть. И стал только юмором заниматься Сильвернейм. Это со второго курса института получается. Потом мы что-то начали на аутсорсе работать в Камеди. Нам присылали техзадания, мы писали шутки. Я помню, шутка тогда, если она прошла, стоила 100 долларов. Одна шутка. Но там писали люди со всей России. Это когда-то Камеди Ньюс когда было? Нет, Камеди Ньюс гораздо позже появился. Когда они на маленькой сцене выступали? Да, нет. Это когда появился... Сам Камеди Камеди. Камеди Камеди, да. Я залетел в игру рано. Мы начали играть в КВН, и у нас тогда был Воробей, редактор. И он нам такой ходить и писать на Эдуарда Сурового. И проходило что-то? Ну что-то проходило, да. Но 100 долларов для студента это вообще разъёб. Вот у нас в один момент, когда уже Камеди Ньюс появилась, Камеди Ньюс, это были несколько групп, где были типа комики. И туда закидывали новости. Ну просто новости из мира. И комики накидывали шутки на эти новости. И типа за одну голосовали. Там 50 было, да? Там были группы, где 50 и где 100 долларов. Да, там две группы. И там типа, там некоторые из нас там как на зарплате сидели просто. Бля, я это помню, тот момент, когда Да, бля, там все они объединяются, голосуют, бля. Да, да, такое было. Я работал художником и дизайнером. Делал 3D модели квартир, интерьеры, проекты и рисовал. И учился на специальной середине? Я учился, да. Я 6 лет учился. Медики и архитекторы 6 лет учатся почему-то. Медики даже 8. Медики 8, но с магистратурой. Ординатура. Ординатура. С практикой и со всей этой темой. Да, я по образованию дизайнер-архитектор. И вот подрабатывал, брал какие-то такие работы. Тогда еще эти квеструмы развивались типа сильно. И вот меня брали там оформлять какой-то, блядь, Египет, блядь. Я там рисовал, сидел на банке, блядь, какие-то иероглики. Но ты же когда в МКП пришел, ты тоже что-то рисовал, я помню. Ну, там чуть-чуть, что-то мне сказали стикеры сделать для Big Russian Boss'а, что-то такое. Я их сделал, а потом узнали, что это никак нельзя монетизировать. Такие нахуи. Я такой, круто, я неделю рисовал. Чел стоял возле Porsche Cafe с номером 9, я подхожу, спрашиваю, сколько у тебя номер стоит. Он говорит, 10 миллионов долларов. Я говорю, ладно. А, да, у них же эта фишка, чем меньше типа… У него девятка просто. Просто одна цифра. И все. 10 миллионов. У нас вот есть для розыгрыша тут футболочки такие. Да. И нам нужно разыграть и придумать, что написать в комментариях. Так, а у вас есть никнеймы, да? Мы даем право. У тебя какой-нибудь, ну, Парадевич это никнейм? Парадевич, да. А у тебя два никнейм. Кореш. Кореш. Давайте, может, кто нам придумает для спича никнеймы? О, прикольно. Или как у вас это делается? Да, два никнейма. У меня фамилия. Не, я имею в виду, вы будете выбирать или там рандомайзером что-то будет? Будем выбирать. Не, ну если самой завайканной сказать, то там будет дерьмо какое-то. Да, накрутка. Поэтому… Лох и придурок. Я думаю, что… Ну, пускай так будет, давай. Ну, тогда надо сделать канал нам один на двоих. Лох и придурок в эфире. Пишите в комментариях… Это спина майки, поэтому я написал, чё смотришь, сука. Ты написал, чё смотришь, сука, я написал, ничего, сука, и подписался тоже. С подписью. Чё смотришь, сука, подпись. Ничего, сука, подпись. Ну, это самая ценная майка, мне кажется. Это как ставить точки в конце сообщения каждого. Кому-то… Спасибо, собственно, за просмотр. Да, спасибо. Мужики, спасибо вам. Все ютуберские штуки. Подписывайтесь на канал. Приятно было по катушечке. Обращайтесь. Мак так и не заехали. Мак так и не заехали.